Итак, прошло у нас 30 минут в духовке. Теперь мы берем и все это красиво посыпаем зеленью. И вот так кушать. Привет всем! Сейчас мы будем готовить вкусный ужин. Точнее, салат к ужину, как-то так. Ну, в принципе, этого можно будет и достаточно. Берем для начала чеснок, очищаем. Нам нужно, опять-таки, чеснок, наверное, все-таки по вкусу, как вы любите его. Побольше, поменьше. И будем его крупно нарезать сейчас. Это блюдо мы делаем первый раз. Оно не может не получиться невкусным. На самом деле оно очень просто делается. Очень быстро. Вот. Всего лишь навсего понадобится помидорчик вам. Вот. Я решила добавить сюда еще перец болгарский. Перец я очень люблю. И если там будет дополнительно перчик, я думаю, это ничего не испортит. Так, сейчас чесночка возьмем. Вот так, наверное. Думаю, достаточно будет. Теперь берем и просто крупно его нарезаем. Можем... О, опять-таки, крупно. Брусочками. Можно колечками. С это колечками можно. Так вам больше нравится. Но не мелко и не выдавливаем. Какой аромат идет. Давайте вот этот большой его пополам, да, порежем. Так. Есть. Теперь это все на дно разбрасываем. Просто крупно чеснок нарезанный. Все очень быстро. Еще раз повторяю. Берем помидор. Желтенький для красоты. Крупно нарезаем его. Дольками. Также берем розовый. Уже сезон начинается. По идее, должны быть вкусные. Помидор вообще. Это вот такой продукт, который... Овощ, да, овощ, который должен быть сезонным. Мы его очень любим. В разных вариациях готовим. Так, и еще один. Кодзеленоват. Так. А еще перец у нас, да, чтобы он почистил. Берем перец. Разрезаем и чистим. Как мы его порежем? Давайте... Я выдумаю. И еще парочку сюда срежем. Как это все пахнет. Слушайте, товарищи, вообще не передать. Теперь мы это все солим. Делаем. Солим не сильно, так как у нас будет фета. Пока мы все это нарезаем, у нас уже стоит греется духовка. Разориваем ее до 180-200 градусов. Все зависит от того, как, ну, как она у вас работает. Не выпадает, да? Берем фета. О, так. И можно покрошить. Можно просто положить, порезать брусочками, как. Чтобы равномерно разложить по формочке на помидоры. Я уже прям слюнкой давлюсь. А еще сейчас, когда мы ставим в духовку, обязательно приготовьте и купите черный хлеб. И зажарьте его в тостере. Так, все, сейчас понесем в духовку. Вот прям в таком виде. Так, духовка наша разогрелась. Что мы делаем? Мы поливаем маслом оливковым. Точнее, у нас это не оливковое, а с базиликом. Вот такое вот модненькое. Ой, как красиво, а как пахнет. Что у нас там? Сегодня нашим участникам предстоит жаркая новотенка. Победит тот, кто первым перепрыгнет в ровно-литрибулкан. Так. Теперь берем соль, перец. Вообще, видите, вы слышите, как это вкусно? То есть, я не перец, и берем итальянские травы. Вкуснейший аромат вообще. И перчик. Смесь перцев. И сейчас мы будем это отправлять в духовочку. Сейчас. Так, разогретая наша духовка. Идет эти прекрасные овощи. На 200 я поставила. И минут на 20 мы это оставляем. 15-20. Смотрите за ним. Итак, прошло у нас 10 минут. И мы включили зрели с обдувом, с конвектором. Чтобы была у нас корочка красивая. И аромат цвет на всю квартиру. Итак, пришло время. Вот у нас прошло полчаса. Я чуть больше дала постоять. В этой красоте. Итак, прошло у нас 30 минут в духовке. Теперь мы берем и все это красиво посыпаем зеленью. И будем сейчас ужинать. Накладывать в тарелочки. Всем приятного. А мы идем кушать. Вот такой вот мы приготовили ужин. У Димы будут с салатом помидоры и паста с сыром пармезаном. А у меня будет этот теплый салат, так называемый, с гренками. Можно вот так брать. Сырочек фету размазывать. И вот так кушать. Субтитры сделал DimaTorzok